Третий этап у нас запланирован был волейбол, после мини-футбола мы решили продолжить традицию командных видов спорта. Мы долго искали то помещение, которое нам позволяло проводить сразу в двух залах. Мы нашли такое, благодарим, конечно, за это Академию городского хозяйства, нам предоставили два зала, достаточно комфортных, удобных, нам нужно было 16 команд разместить сразу в двух залах. В очередной раз мы удивлены, как и после мини-футбола, высокий достаточно уровень показывают команды, и кажется действительно иногда, что играют как будто профессиональные команды, настолько команды готовились, и многие звонили, говорили, не будет ли тренировок, видимо, тренировались сами. Для нас очень непросто проходили отборы, потому что среди нас, как бы, играющих в волейбол не так было много, но мы тренировались. У нас было пять тренировок до этого, и вчера был очень напряженный день, потому что мы две партии выиграли, одну проиграли. Сложная была команда «Приватбанка», которую мы проиграли, остальные соперники тоже были сильные, но нам удалось, потому что мы, повторю, упорно тренировались и были настроены на победу. Вчера мы сыграли первую игру 2-0, вторую игру мы проиграли, и третью 2-0 тоже сыграли. Сегодня мы тоже выиграли в Юникредитбанк с счетом 2-1. Состав формировался сегодня и вчера буквально под битву корпораций. Наши успехи хорошие, хорошие, которые достались очень тяжелым путем, с серьезной борьбой, мы оказали хорошее сопротивление и конкуренцию командам, другим. На сегодняшний день я довольна очень нашим результатом, это очень хороший результат. Если бы мы тренировались еще больше, то тогда, наверное, я бы была недовольна, а сейчас это здорово. У нас давно очень в водоканале проводятся олимпиады, мы встречаемся весной обычно и в зимний период. Каждый отдел имеет свою команду и, в общем, мы постоянно играем в олимпиаде. Мы прошли отборочный турнир первый, заняли первое место и вот теперь вышли в финал считается олимпиадой. По командам мы не знаем, нам не сообщали, не показывали, то есть мы играли в разных залах в разное время, то есть мы практически соперников не видели. Ну, хотелось бы, да, команда посильнее, чтобы было интереснее поиграть, ну и чуть-чуть по сладьбе, чтобы мы выиграли. Отборочные были вчера, в этом зале мы играли, вот, с хорошими командами играли. От «Джимфофит», у нас была первая игра с ними. Также играли мы вчера с банкирами, но мы уже в полуфинале, поэтому игра интересная, немножко напряженная. Да, есть у нас болельщики, ну, опять-таки, как вы видите, не таких много, как на футболе, но они есть, и это очень приятно, это здорово. Без них было бы скучно и не так интересно. Как вы сейчас, в принципе, тоже видите, слышите, действительно есть поддержка. Даже вот сегодня команда «Укрнафты» поддерживала «Уникредитбанк», и так вот странно бывает, как-то они находят, сдруживаются, что ли. Предварительно, перед тем, как мы составляли регламент, мы хотели, чтобы в каждом этапе, на площадке, в любом виде спорта, участвовала девушка. Но по предварительной договоренности с командами перед мини-футболом мы отказались, именно конкретно в мини-футболе мы отказались совместным решением от участия девушек. В дальнейшем, вот сейчас вы видите на волейболе, обязательно присутствие на площадке девушки. Тут были команды, где играла и не одна, а две, и три девушки, и на очень хорошем высоком уровне. У нас равносильно было три девочки, три мальчика. Все, по-моему, здорово справились. Волейбол – это не мужской вид спорта. Волейбол – это и женский тоже. Мы хотели показать это, что как девушки, так и мужчины могут на одной площадке достичь одного и того же результата, хорошего результата, качественного. В волейболе главное – психологический настрой, и чтобы все думали как один. А дальше уже все дело техники. Главное – правильно руководить этим процессом, настроить, и все будет хорошо. Волейболе, на мой взгляд, основное – это стоять в своих зонах и не устраивать сумбур на площадке. Это самое главное, чтобы каждый стоял в своей зоне. Иначе будет хаос, иначе будут столкновения и ошибки. Команда – дух и умение думать, а не высота, и выпрыжка нападающего. И удача должна быть тоже. Спортивная, ну, физическая подготовка. Волейболе нужно быть координированным, во-первых, прыгучим, резким, быстрым. Думать быстро нужно. Надо быть компанейским в волейболе. Волейболе – это, прежде всего, соревнования, друзья. Это и спорт, но это, как бы, другой мир. Для меня это другой мир всегда. Это разрядка очень сильная. То есть на работе ты ходишь, думаешь про работу напряженно, а здесь ты пришел, поиграл, поорал. Многие люди, не имея возможности, работая в разных сферах, не имея возможности посещать секции, они приходят сюда и получают удовольствие, заряд энергии позитивной и физической. Ты показываешь, что ты что-то имеешь, ты делишься опытом, общение с другими людьми. Но это здорово, потому что, когда все встречаются на одной площадке, все уравниваются. Здесь вы объединили абсолютно разношерстную публику и все сыграли здорово. Этап в очередной раз удался. Много довольных станет, так бывает, и недовольные, потому что проигравшие всегда будут, может быть, искать причину не только в своих силах, но это нормально. Перед Новым годом мы проведем еще один этап. Мы решили это сделать 12 декабря, чтобы, скажем так, не застать пару корпоративов в новогоднем, чтобы люди были еще в спортивном тонусе. Мы проведем этап в бадминтон. Там будет 8 площадок. Будут играть и женский турнир, и мужской, и микс команды. То есть, я думаю, будет, по крайней мере, очень активно и интересно, потому что такой необычный вид спорта, профессионалов мало в нем, поэтому, думаю, будет забавно.